Ювентус 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 подача травмы и так далее и так далее долго не играл сегодня получает свой шанс переводит пьянич подача перевод получился здесь конце уже мяч принимает но там хуан франк францию канцелу через фланги строится переход в атаку выявляет его обратно спина цола переиграл нет не переиграл коки не удалось эту себе переложил дальше пьянич подача готовился роналду пробить но мяч до него не дошел коки вытекоке бернардески и налево можно покатить и мяч в результате грудью придем спина цола сам несется вперед по флангу в подкате ариас и от ноги леонардо спина приближается к середине 1 тайм ну а роналду тащит тащит мяч вперед и вот тоже встречает спина цола увидел матю иди и сразу в касание отдал матю иди а вот его здесь встречают и ариас играет переводит на бернардески бернардески снова против него хуан фран опять это дуэль подача бернардески останавливается грезман здесь высокий темп атаки атлетика не к чему атлетико держит мяч родри ариас коке ждет передачи получает ее удар коке первый удар близок тому чтобы пройти дальше но еще у нас впереди по меньшей мере 70 минут игры ран ариас ариас штрафной прошу прощения какие-то было грезман наносит удары здесь уже отдает тут же на фланг спина цоль и спина цола подача бернардески городе одиннадцатиметровой отметки но вот здесь нестандартные действия спина цола и помогает венцу заработать угловой бернардески бернардески набрасывает удары забивает криштиану роналду 1 0 на 27 минуте ювентус выходит вперед и самое дорогое приобретение делает то зачем его приобретали не нужен не нужен был ювентусу пенальти в этой ситуации для того чтобы забить получилось хуан фран и за спиной у него криштиану роналду и передача идеальная ян облак не может выйти и забрать мяч а роналду переигрывает хуан фран а роналду очень любят забивать именно ворота мадридского атлетико 23 его гол в 3 пытается подать мне штрафную площадь киеллини все-таки это делает бернардески мяч поле сохранить почти не поиграл подача выходит из ворот очень шансная забирает мяч сразу врубается как будто топором и подача и снова киелли вы бежать некуда но игроки венца находит эти малюсенькие зоны бернардески падает и кюперс назначает штрафной и сюда и бьет бернардески выше ворот решили взрыхлить правый фланг обороны атлетико спинацола подает и долетит мяч до бернардески удар падить бережу атлетико поле антон гризман нет тут как тут по его партнер по сборной франции они вместе были чемпионами мира но тут сразу вперед вертикальные передачи которые требовал от футболистов миссимилиано аллегри манджу так подбирает его криштиану роналду против него сантьяго ариас роналду простреливает подставляет голову покем ранить концентрацию игроков атлетико подачи штрафной площадь роналду снова зависает в воздухе и бьет но на этот раз мимо техника хорошая и рывки лимар но канцело имел преимущество чем как и это пока все кто в кадре хорошая здорово отобрал сейчас мячу спинацола чина манджукича манджукич манджукич начал красивостями здесь заниматься отчасти обмениваются такими улыбками подача пьянича удар или не под перекладину есть достаточно забить любой ситуации подача мурата удар по вот это уже было опасно это ну вот и все но дает свисток на перерыв бьерн кюперс 1-0 благодаря голу криштиану роналду атлетико и она облак 13 в воротах справа в защите 4 сантьяго ариас 20 хуанфа сыграет ювенцу иногда так перестраивается роналду подает манджукич до мяча не добирается по спинацола вроде бы уходил лотариас а потом ариас поскользнулся спинацола продолжает с мячом оставаться передача в центр на пьян видим что начало 2 45 минутки именно на этом участке поля очень много времени проводит орнардески падает бернардески сам это понимает встает борется за мяч но он уже урод ювентуса в центре штрафной удар роналду облак поручит атлетико еще один удар роналду не удается положи рука пенальти пенальти назначен ворота атлетико они радуются делим мяч летел ворота пересек линию и это значит это значит что ювентус сейчас вот в данный момент он переводит игру в дополнительное время еще много времени впереди но они сделали это они сделали тот самый камбэк о котором говорил вот этот человек роналду роналду дубль к 49 минуте ответ на игра одной восьмой финал уже был случай когда в полуфинале лиги чемпионов роналду в одном матче забил ворота атлетико три мяча давайте входить штрафную площадь и делать передачу наброс туда вперед выбивает мяч сауль подхватывает уже у канцелу удачный для атлетико рикошет антуан гризман передача но там только блесма ту иди антуса спинацола подает штрафную но здесь удара не будет сегодня больше чем за весь групповой этап забивает криштиану роналду но для этого он и приходил ювентус старое противоборство еще со времен испании спинацола вас назад в него коке спинацола он хотел угловой заработать не вышло прострелить хотела там заброс штрафную выигрывает воздух криштиану роналду и снова он у мяча но нарушает правила в нем 27 48 минуты это минуты когда роналду забивал своей волшебном алимар дает свисток кьюперс и назначает штрафную в пользу ювенту крыл криштиану бьет попадает ровно в стенку ровно в игроков атлетико на поле прямо сейчас это лига чемпионов и это ответ атлетико ангель коре удар поворотом казалось что и в девяточку мяч может и заброс на криштиану криштиану мяч догонит ли нет не догонит сумел только остановить мяч не больше даже не завладеть а ну а здесь получает но бернардески на карточках не висит ариас пытался у него так выцарапать мяч дает да он еще покажет и его об этом просить не приходится из к монтеру это два контера но франциско монтеро уже немало в этом сезоне кстати сыграл центральной защите позиции запрос еще один от кили не роналду едва не выловил мяч штрафной площади я на облако есть по моему была игра рукой но не по мнению кейперса подача подачи не то вообще конечно феномен чем штрафной выбивает его оттуда леонардо банучи подхватывает хуан фран банучи и вынос хватает его годин коке на хименоса тут направо им альваро маратовский коке подает штрафную он пока до удара дело не доходит но не получилось первой попытки пьянище мяч тот же ювентус чувствуя игру понимая что он ее контролирует все таки может захотеть той площади против него хуан франди балла пытается прострелить но попадает меч в ногу хуан франа выбивать вперед но впереди роналду и он может заставить ошибиться хуан фран вроде ушел от резки силы у него еще остались идет федерико бернардески смещается падает или стал следующим касанием с правой ноги бить и более хименос его накрывает и корей понимает что это уже штрафная запомутнение это в голове анкеля корей бернардески правильности принятого решения главным арбитром толчок спину корей совершает причем что же это было пенальти но не забываем что есть еще видео ассистенты они должны сейчас изучить материал убедиться про разбег хриштиану роналду удары он за этим пришел сюда на этот стадион вот ровно это трибуна ему аплодировала когда он забивал ножницами мы помним это а сейчас спустя год спустя год он почти можно сказать выводит ювентус дальше но но время еще есть и время у атлетика есть всегда на один забитый мяч а пока они радуются они радуются